И сегодня Владимир Путин по видеосвязи из Нового Огарева провел совещание с постоянными участниками Совета Безопасности России. Говорили о сотрудничестве с ближайшими соседями, партнерами по Содружеству Независимых Государств. Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики это отношения со странами СНГ. Ладно, постараюсь покороче. У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами. Я статью напишу отдельно. Большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках Евразес, в рамках договора о коллективной безопасности. И последние события показывают, что вся эта работа дает положительный результат. Вот он, момент истины. Она востребована. И мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы. Украина, по сути, предъявила ультиматум Российской Федерации, потребовав дать разъяснение относительно активности на границах с Украиной. И Украина в лице министра иностранных дел Дмитрия Кулебы дала России 48 часов на ответ. Кроме того, посольства США, Великобритании, Австралии, Нидерланды, Латвии, Японии, Южной Кореи призвали своих граждан покинуть территорию Украины в самое ближайшее время. Из-за опасений скорого вторжения со стороны Российской Федерации, Совет национальной безопасности и обороны Украины, то Третья Нова сегодня собрался и ввел санкции против пророссийского телеканала «Наш», который контролируется бывшим депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым. Итак, обо всем по порядку. Итак, сегодня, несколько часов назад стало известно о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба привил, по сути, ультиматум Российской Федерации. Это именно так нужно расценивать. Украина потребовала у России официальных объяснений по поводу военной деятельности у наших границ, а также в оккупированном Крыму. Об этом сообщил сам Кулеба в своем твиттер-аккаунте. Цитата. «Мы официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу 3 Венского документа. Согласно положениям этого документа, Россия обязана в течение 48 часов указать точные районы проведения военных учений, назвать даты их завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типа вооружений, военной техники, которая принимает в них участие. Украина дала России на этот ответ 48 часов. Если Москва не предоставит ответ в течение ближайших двух суток, или этот ответ покажется неполным или недостоверным, попросту говоря, лживым, украинская страна обратится к другим странам, участницам подписания Венского документа для созыва чрезвычайного заседания. Напомню, что такое Венский документ, он был подписан в ноябре 2011 года. Документ о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, который был принят ОБСЕ. Он предусматривает инспекции стран-членов ОБСЕ определенных районов мест дислокации воинских соединений для контроля военной деятельности. При этом, согласно Венскому документу, запрашивающая страна может потребовать ответ в течение 48 часов. После получения ответа страна, которая запрашивает информацию у другой страны, может потребовать встречи с представителями отвечающего государства, в данном случае Российской Федерации. Такая встреча также должна состояться в течение 48 часов после получения ответа. В этой встрече могут принять участие представители не только Украины и Российской Федерации, но и другие страны. Скорее всего, так и будет. Украина практически наверняка обратится к помощи посредников. И еще важно, что проводить такую встречу, это очень важно в нынешнем контексте, должен действующий председатель ОБСЕ. В нашем случае нам, можно сказать, повезло. Этот председательствующий субъект – это Республика Польша. По итогам встречи страны, которые принимают участие в подобных переговорах, могут рекомендовать принять меры для деэскалации, стабилизации ситуации и прекращения деятельности, которая вызывает озабоченность. Итак, мы имеем дело практически, ну, будем называть вещи своими нами, это дипломатический ультиматум. Достаточно неожиданная наступательная тактика со стороны МИДа Украины, которая никогда бы, безусловно, не могла возникнуть, если бы за нашей спиной сейчас незримо не маячили наши западные союзники. И, естественно, пойти на такой жесткий шаг официальный Киев мог, только заручившись полной поддержкой наших союзников по НАТО. Причем не только США, это будет полная поддержка, безусловно, со стороны НАТО. Посмотрим, как прорегируют на эту ситуацию, то, что реакция будет, безусловно, дипломатические ведомства ведущих стран, входящих в Североатлантический Альянс. Я уверен, что эта реакция будет, поскольку в Америке на момент предъявления этого ультиматума Украины и в адрес России был фактический обед. Вот поэтому реакция, безусловно, на это будет. Тем временем, пока все это происходило, сегодня появилось заявление британского форин-офиса. Правительство и Величество заявило о том, что подданные Великобритании, находящиеся в Украине, должны немедленно покинуть территорию Украины, пока доступны коммерческие способы передвижения. И в форин-офисе призывали своих граждан не совершать поездок в Украину. Также сообщается о том, что аналогичное решение покинуть территорию Украины приняли правительства ряда стран, в частности США, Австралии, Нидерландов, Латвии, Японии и Южной Кореи. Также рекомендовано рядом западных правительств не только покинуть территорию Украины, но и не находиться в 250 километровой зоне границы с Украиной, уже в самой Российской Федерации. То есть тем гражданам западных стран, которые находятся в Российской Федерации, в приграничных с Украиной областях, до 250 километров, также рекомендовано в самое ближайшее время их покинуть. И это не выглядит, честно скажу, как какие-то учения. Это уже достаточно серьезное заявление. И, наконец, третья новость, то, что сегодня Совет Национальной Безопасности и Обороны на выездном заседании в Харькове, несмотря на все истерики Евгения Мураева, его призывы прийти и заблокировать, высказать протест против заседания Совета Национальной Безопасности и Обороны, очевидно, у Мураева были свои инсайды, или он предчувствовал, но я думаю, что, скорее всего, просто слив информации. Напомню, Евгений Мураев, это именно тот политик бывшего созыва Верховной Рады, которого британская разведка обвинила в том, что он может явиться таким здесь председателем, представителем Российской оккупационной администрации в Украине. Эта информация была опубликована где-то около двух недель назад со ссылкой на британские спецслужбы, значит, МИ-6, и позже она была подтверждена источником в американской разведке. То есть именно этот персонаж Евгений Мураев рассматривается в качестве такого себе, ну, скажем, такого Матролы, да, или там можно провести аналоги, там, Аксенова в Крыму, которые заняли марионеточную должность после того, когда туда зашли российские оккупанты. И вот этот самый телеканал наш, который длительное время вещал и предоставлял слово многим одиозным персонажам, в том числе беглецам из окружения Януковича, откровенным таким украинофобам, таким как пророссийский, прокремдорский блогер Анатолий Шарий и прочая вот эта всеватная тусовка. Этот телеканал будет закрыт. Об этом сегодня сообщил секретарь Совета национальной безопасности оборон Алексей Данилов. Санкции, по его словам, введены против компании «Наша Прага», «Наш-24», «Наш-365». И также попала одна хипрская компания, на которую оформлены все эти юридические лица. При этом конечными бенефицарами этих компаний значатся родители Мураева, Ольга Мураева и Владимир Мураев. Таким образом, принято решение о закрытии телеканала «Наш». «Наш» на Украине отныне официально табу. Глава нацбезопасности незалежной Алексей Данилов после заседания с Зеленским объявил, что на телеканал наложен полный пакет санкций сроком на 5 лет. Это означает отключение. Больше никаких подробностей и аргументов. Данилов закончил брифинг, оставив открытым главный вопрос. Почему журналистам закрывают рты? «Наш невидомо! Наш невидомо! Наш невидомо!» «Не отдадим! Это наш канал!» скандировали участники мирной акции под окнами администрации Харькова. Именно там объявляли судьбоносные решения для сотрудников телеканала. Которые не понимали, кто теперь расскажет об Украине правду, если уже три канала в стране под запретом. «Хотелось бы, чтобы президент, если он что-то обещал, что-то делал, он же обещал, что он не будет закрывать ни одного канала. А сколько их уже закрыло? И канал, который говорит нам правду, но закрывать рот тем, кто говорит правду, это не демократическая страна». «Это наш канал! Мы будем бороться! И врагам мы этот канал не отдадим!» Тема закрытия телеканала муссировалась в Телеграм-каналах несколько недель до официального решения. Это началось после того, как экс-депутата Верховной Рады и одного из владельцев канала «Наш» Евгения Мураева в МИТе Великобритании по непонятным причинам назвали пророссийским лидером. На митинге призывали не опускать руки и продолжать бороться за свободу слова, которое на Украине почти не осталось. На угодную правду официальный Киев тратит баснословные деньги. Сотни миллионов гривен на провластный канал «Дом», где хвалят нацистскую власть. Такой пропаганде продолжит давать отпор журналисты канала «Наш». Пусть теперь только через социальные сети. Остановитесь!